Кризис и отношения Индии и Пакистана. Это всё компактно. Индия нас любит. Нам никакого вражды никогда не было. Это миллиардное население. Огромный экономический потенциал. И что происходит? Мы на севере. Нам всегда не хватало сырья. Всегда не хватало продовольствия. И тепла. Всегда не хватало тепла. И самое главное, транспортных коммуникаций. Мы не можем свои товары поставить. У нас нет портов больше. Топцы Новороссийск захлёбываются. Калининград захлёбывается. И до него нужно ехать через чужую страну. То есть сразу всё решается. А самое главное, моральный фактор. То есть многие переживают, где Российская империя. Почему был Советский Союз. Почему он ушёл. А теперь мы получаем новое государство. Демократическое и основанное на наших традициях. В первую очередь это славяне. Во вторую очередь православные. В третью очередь это соседи. Допустим Индия, та же Иран. Но это будущее. Сейчас только нужно одно. Договор о создании России, Беларусь и Югославии. Потом Конституция, потом общие органы. Это 5-10 лет пролёт. Сейчас вернёмся к теме Югославии, которая более актуальна. Но вот заканчивая разговор об этом будущем, каком-то глобальном мировом союзе, я хотела напомнить вам вашу же идею о том, что со временем в этом союзе президент будет избираться среди прочих существующих. Какой-то один, который будет руководить всем этим глобальным образованием. И вот я подумала, а может так приключиться, что у нас со временем Саддам Хусейн будет президентом? Нет. Почему? Этого не будет ничего. Потому что будет выработана общая Конституция. Будет, видимо, определённое количество избирателей. И президента изберёт в основном население самой крупной страны. Ну чего, все дискриминации, а все остальные просто причиняются? Нет, да они будут равные избиратели. Вы поймите, в Сербии 10 миллионов, в Белоруссии 10, в России 150. Это же одинаковое, 170 избирателей, миллионов. Но если 170 миллионов избирателей проголосуют из них большинство за представителя России, как общего президента, он становится президентом. Это не проблемы дискриминации. Потом, возможно, в договоре о создании можно оговорить последовательность замещения постов. Например, первые три года Ельцин, следующие три года Милошевич, следующие три года Лукашенко, потом референдумы, потом какие-то конституционные изменения. И дальше всё будет видно, кто будет во главе. В Швейцарии каждый год меняется глава Швейцарской конфедерации. И швейцарцы не знают, кто стоит во главе. Министр знает. Ну то есть всё возможно. И любой из этих правителей, и в том числе Саддам Хусейн, может оказаться на веру. Нет, пока об этом не идёт речь. Но пока не идёт. Речь только о славянских и православных. Ты у вас не успеешь оглянуться, как новый союз, новый правитель. Нет, 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 но нам это выгодно нашему президенту и нашему народу. Вы поймите, Саддам Хусейн к нам не стучится. Война заставила к нам постучаться Милошевича. И блокада Белоруссии заставила её постучаться к нам. То есть это вынужденный союз. Они идут к нам. Мы никуда не идём. Мы никого не зовём. Мы не создаём ничего. Вот у нас как-то друзья всё от беды к нам обращаются. Да, да. Это историческая миссия России. Грузия к нам пришла. Мы её звали? Нет. Царь Георг умолял русского царя. Абхазский царь умолял русского царя. Какая-то у нас грустная миссия доложила. Иначе они были бы уничтожены персами и турками. То же самое армяне. То же самое Средняя Азия. Её бы не было сегодня. У нас сегодня своих проблем мало, Владимир Гольфович. Так они и решатся тогда. В этом весь парадокс. Мы сразу получаем более мощный экономический потенциал. Мы сразу получаем больше рабочих мест. И больше проблем. Мы сразу получаем больше продовольствия. Мы сразу снимаем напряжённость. Ведь самое главное международное отношение. Появляется второй центр в мире. Люди устали, что только Америка руководит миром. Наконец Москва снова руководит частью мира. В этом будет большой плюс. Потому что к нам пойдут инвестиции тогда. В это крупное государство. Надёжное, безопасное, достойное. Мы получим огромные инвестиции из Тайваня. Та же Индия. Это, по-моему, мечты, Владимир Гольфович. Это не мечты. Получим объектов для восстановления моря. Получим новый конфликт наподобие чеченского космоса. Нет. Возьмите Ливия. Снята блокада. Там немцы уже, французы, кроме русских. Кто нам виноват? Мы Ливии всегда помогали. Ливия нам должна 3 миллиарда долларов. Там вся Европа, кроме русских. Кто виноват? Мы сами. Мы сами не идём туда, где нам говорят, мы у вас всё купим и вам всё продадим. Вот там рабочие места, вот там рынок сбыта, вот там экономика новая. Вот. Это Ливия. Она не просто в состав России. Она просто говорит, давайте торговать. Мы не торгуем даже с теми, кто нас просит. Так, хорошо. Возвращаясь в русло таких ближайших проблем. Владимир Вольфович, если завтра в результате обсуждения в Госдуме будет выработано некое обращение к президенту, как я понимаю, Да, это просто обращение правительства к президенту. Просто обращение, потому что, собственно, Госдума может так делать. Да, Госдума, она не решает. Наверняка оно будет менее радикальным, чем вам бы, например, хотелось. Но вы поддержите какое-то любое обращение? Оно смягчённое. Там самое главное, одна позиция. Обратиться к президенту России и к президенту России, подписать договор о создании союза трёх государств. Всё. Больше ничего не надо пока. Почему считаете вы, что можно обойтись без мнения народа, без референдума? Вопрос сложнейший. Отлично. Пожалуйста. Давайте уже по вопросу союза России и Беларусь уже референдум назначен на 1 июля. Давайте добавим туда ещё Югославию. 1 июля пускай 170 миллионов граждан России, Беларуси и Югославии скажут, хотят ли они этого единого государства или не хотят. Самая лучшая демократия – это референдум. Но я вас уверяю, 90% проголосуют за. Почему вы так уверены? Потому что люди хотят мира, спокойствия, много семей от разных браков, много семей. Люди устали от границ, от таможни, от паспортов, от графы национальности. Валерий Вольфович, дайте я вам напомню одну вещь. Совсем недавно радиостанция «Эхо Москвы» провела интерактивный опрос. За 5 минут позвонило очень много народу, около 3,5 тысяч. Вопрос был поставлен просто. Желаем ли нет присоединения к Югославии, к Союзу России и Беларуси. 77% против. Они не поняли судей просто. Всё поняли. Были звонки ещё, телефонные, где люди объясняли свою позицию. Показать. Люди боятся чего? Люди боятся войны. Там сейчас идёт война. Но никогда в истории человечества новые государства не возникали без войны. А мы что-то торопимся. Война, только война является стимулом для создания нового государства. Поэтому это историческая... По-моему, крепкие союзы только... Это историческая... Только во время мира образуется. Вот где же крепкие. То опять по старому принципу. Дело прочное, когда под ним строится кровь. Посмотрите НАТО. Если мы создадим Союз Россия, Югославия, Беларусь, НАТО лопнет. Вместо подвижения НАТО на восток, мы двигаемся на запад. Уже в Америке разуются голоса. Зачем НАТО НАТО нужно? ООН. Лучше с Россией иметь равные партнёрские отношения, торговать. Америке не нужна сильная Европа. Она боится сильной Европы. А если Россия возьмёт часть Европы под свою юрисдикцию, то Европа не будет сильной такой. И не будет конкурентом для Америки. Тут для всех плюс. Для Израиля, для Америки, для европейцев. Ну пока все Европы, одна Югославия только согласна с вами объединяться. Владимир Вольфович, как все представляете, если по результатам референдума большинство, по крайней мере, больше половины населения выскажется против такого союза. У нас же не будет такого союза. Будем ждать тогда, когда общим референдумом население трёх стран проголосует за создание такого государства. Так, хорошо. Ещё вопрос. Только что прошло новое назначение. Виктор Черномырдин назначен спецпредставителем на Балканах президент России. И вы уже даже приветствовали, насколько я знаю, это назначение. А ещё некоторые минуты назад, по-моему, в прошлом месяце вы говорили, там, Черномырдин, но в числе прочих, называли пятой колонной Запада. Что ж вы такой переменчив? Так нет. Так в этом он нам и выгоден. Он человек прозападный. Прогерманский. Проамериканский. У него хорошие связи. Личные. Деловые. Он шесть лет был председателем правительства. Его знает весь деловой мир. Все президенты. И вот в этих условиях как раз его опыт отношений с Западом как раз поможет урегулированию этого конфликта. А если бы как раз какую-то западную линию проводить? Может быть, и такая попытка. Вполне. Ну, что-то да. Например, я бы назначил Грачёва генерала представителем. Я бы. Генерал обязательно. Грачёв, Родионов, там, не знаю, Ачалов. Нужен генерал. Там идёт война. Но Брис Николаевич решил назначить Гражданского. Потом здесь ход какой, может быть? Это восхождение Черномыдина. Как только закончится война на Балканах, мы создадим новое тройственное государство. Все скажут, что это заслуга Черномыдина и Ельцина. И Ельцин будет избран президентом этого нового союзного государства. Допустим, на 34 года. А Черномыдин станет премьер-министром. И они снова на коне, и снова во власти. И снова им честь, хвала и слава. Это очень хороший ход. Просто так Виктор Степанович на пенсии как бы. Ну, там движение у него есть. Это не то. А сейчас он специальный представитель президента. В очаге европейской войны. Он сегодня высший министр национальных дел. Высший министр обороны. Высший главы администрации президента. Это для него новый взлет. То есть Брис Николаевич ему вернул то, что потерял Черномыдин в марте прошлого года. Неожиданная отставка. То есть это путь во власть наверх. Ну, это рискованный путь. Может и не быть успешным. Но политика всегда рискованная вещь. Всегда. Риск есть. Владимир Борисович, кстати, вы говорили, вот, кстати, о политике. Вы говорили о том, что в новом союзе, который, если рассматривать глобально, вполне возможно, новую столицу этого союза нужно будет где-то в районе поюжнее. Ростов-Белгород. Да. Так вот Белгород тут фигурирует. Просто потому, что вы там собираетесь баллотироваться на пост губернатора? Я буду там баллотироваться. Там выбрать 30 мая. И надеясь на победу. И, конечно... То есть вы будете губернатором в том месте, где, возможно, столица. Но вы поймите, это самая упакованная область. Самая зажиточная. Самая центристская. 600 километров от Москвы и 600 до Крыма. Она посередине. Рядом Харьков. Это уже Украина. Недалеко Белоруссия. Недалеко Югославия. То есть Москва должна быть столицей только России. Нельзя, чтобы снова Москва стала столицей нового восточноевропейского государства. Люди в Европе испугаются, что Москва снова всем руководит. Помните, мы создали не Московский пакт, а Варшавский пакт? В Варшаве мы создали наши объединенные вооруженные силы. В Минске мы создали исполнительные органы СНГ, а не в Москве. То есть обязательно столицей нового государства будет другой город. Но я был в Белгороде, и географически он очень подходит. Он русский, наполовину русский, наполовину украинский. То есть он по всем позициям. Там мощная промышленность. Там очень грамотное население. То есть там очень хорошие условия, чтобы на базе этого города построить новую столицу. И главное, представляете, Югославу будет приятно, что столица Союзного государства, город Белгород, почти Белград. Созвучно будет их у душан. Югослав, вы способны объяснить и обосновать любую идею. Если бы вы решили баллотировать Свердловскую область, вы бы сказали, что это посередина между Европой и Азией. Что-то ближе к Дальнему Востоку. Там тоже есть свои геополитические варианты. А если бы Ленинградская область стала... Ленинградская создание Северной Большой Губернии на базе Карелии. То есть возможны варианты? Все будет зависеть, где вы будете баллотировать? Естественно. Надо обязательно укрупнять территорию. Надо обязательно сокращать аппарат. Надо обязательно оживлять экономику. Надо обязательно понижать преступность. И чтобы армия где-то участвовала в конфликтах. Наша армия будет гибнуть, если она не примет участие в конфликтах. Вы думаете... Ужас. Война на Балканах. Ну что вы говорите? Это история человечества. Мы без армии не можем быть. И американцы каждые полгода устраивают войну. В любой точке мира. Но постоянно солдаты, офицеры, летчики, подводные лодки. Все это проходит через пекло войны. И они получают опыт. Это безопасно. Владимир Владимирович, вы же... Вообще нельзя сказать, что вы гражданский человек. Я военный. Вы военный человек. Я Ельцин присвоил звание генерал-майора. Вы это какое-то циничное военное рассуждение. Я доктор философии. Никакой циники нет. Это история человечества. Для того, чтобы в армию поддержать, нужно обязательно в войну ввязываться. Да, да. Хорошо. Врач может быть врачом без больных. Им нужны больные. Каждый день. А это же плохо. Нужны больные врачу. Это же плохо. Он же может сидеть дома, но не будет врачом. А я не считаю, что в будущем... А милиции нужны преступники. Врачи только профилактикой занимались, но не резали. Ну, не получается так. Милиции, вы думаете, приятные бороться с преступниками? А им нужен преступный мир. Иначе они будут не нужны и уберут. Я знаю, что вы все можете объяснить. Пожарные для чего нужны? Пожар, бедствие, стихия. А МЧС для чего нужны? Но лучше бы не горело. Согласен. Ну, так вот. Согласен. Мы бы лучше пожарные карты играли. Лучше бы не горело. Лучше бы мы отдыхали все. Вот на Адриатике и будем отдыхать. Владимир Вольфович, я знаю, что вы отрицательно относитесь к импичменту. Да. Или есть какие-то оговорки, какие-то условия, при которых все равно этот вопрос надо рассматривать. Целый год мы занимаемся тем, что ищем способ и формулу, как разрушить руководство собственной страны. И это беда Левых. С 17-го года долой царя, потом против Сталина, потом против всех генсеков. То есть объединение, разъединение, целина, бам, космодром, постоянные ошибки. Не там построили, не то сделали. И сегодня у Левых то же самое. Долой президента. Я их спрашиваю, хорошо, если нашел, кто президент? Год назад они говорили, Зюганов. Сейчас уже не говорят, Зюганов молчат. Ну кто будет президентом? Говорят, мы уберем пост президента. Говорят, а что будет? Кто будет управлять страной? Генсек. Генсек. Убираем машиниста. Что будет с поездом? Ну будет генсек, какая разница? Ну генсек. Генсек это и есть президент. У него полномочий больше, чем у президента, еще хуже. Мы замолчим все при генсеке. Уже Зюганов затыкает всем рот и Селезнев. Они уже нам затыкают рот. Только в рамках Госдумы они уже установили свою коммунистическую власть. А дайте им всю Россию, нам конец. Вот что самое страшное. Вот почему нам выгодно выйти на свободную Югославию, которая всегда была ближе к Западу. Там коммунисты не были коммунистами. Это всегда была прозападная страна. Самая прозападная из всех соц. стран. Сталин специально им разрешил, чтобы они больше имели контактов с Западом. И через Югославию мы выходили на Запад. Это наш проход на Запад. Ну не знаю, насколько это соответствует актуальности. И тот же Милошевич, насколько он там прозападный человек. Еще вопрос, Владимир Борисович. Я знаю, что вы были против обсуждения импичмента именно 15 апреля. И мотивировали это довольно оригинально. Вы говорили, что вы всей фракции пойдете поздравлять Аллу Борисовну Пугачеву с ее юбилеем. Ну мы как бы угадали. Это было месяц назад. И когда назначили на 15 число. И мы знаем, что сегодня у Аллы Борисовны день рождения. Я вот через два часа поеду в Метрополь поздравлять ее. То есть это как бы угадали просто мы. И нам приятно. Хочешь что-то угадывать-то? День рождения-то не какой-то? Нет, день рождения-то да. Но то, что импичмент перенесут. То есть не просто мы бы отказались участвовать в процедуре отставки президента. А то, что не состоялось. Это двойной плюс у нас. И вы идете поздравлять? Я спокойно иду сегодня поздравлять. И в оставшиеся какого-то несколько секунд? Любимые песни Аллы Пугачевой есть у вас? Может, какую-нибудь поете? Я не знаю. В прошлый раз ее поздравлял, она вот эту английскую песню, там, happy birthday, так сказать, чисто поздравительные, так сказать, слова. Что всем желаем, happy birthday, там, I wish you. А так у нее широчайший репертуар. Я, конечно, не певец. Ну, как не певец? Поете, я знаю. Ну, это есть. А как он Пугачевскую песню поете? Запел, запел. Вот видите, в наших условиях я запел. Это же хорошо, что плохие условия. То есть ученые заработали. Кто не пел, запел. Спортсмены начали что-то делать. Открытия пошли. То есть новые браки пошли. Новые ориентации пошли. Тут плюсы есть. Есть плюсы. Я благодарю вас, Владимир Вольфович. Напоминаю вам, что разговаривали мы сегодня с Владимиром Жириновским, таким ярым сторонником объединения России, Белоруссии и Югославии. И разговор наш накануне завтрашнего обсуждения этого вопроса в Государственной Думе. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.